Европа и Америка сейчас как бы ни в одной лодке находятся в том, что касается подхода к решению проблем климатических изменений. Как вы считаете, без Америки вообще что-нибудь можно решить в этом плане? Я думаю, что ни одну проблему без больших государств решить невозможно. Без Америки, без Китая, без России, без Индии, без Бразилии. Я думаю, что здесь, конечно, да, у нас довольно большие разногласия, особенно после подписания соглашения Парижа в 2015 году, когда почти все страны мира подписали, потом Соединенные Штаты решили выйти из этого соглашения. Но с другой стороны, тоже и в Латвии довольно много дискуссий было о том, присоединяться, не присоединяться, как это повлияет на экономическое развитие страны. И мы, скажем так, пришли к мнению, что не надо смотреть на, скажем, климатические изменения только со стороны проблемы экономического порядка, но надо смотреть на эти изменения тоже как возможность экономического порядка. И поэтому правительство в мае решило, что мы меняем кардинально свою политику, что мы не только присоединяемся к этой цели Европы без, скажем, больших вбросов, или мы говорим о климатически нейтральной Европе к 2050 году, но мы сможем тоже, скажем, переструктурировать и прореформировать нашу экономическую жизнь тоже. Потому что если смотреть на проблему климата только со стороны того, сколько там потеряет традиционные экономические сферы, это одно. А другое, можно посмотреть и как развивать тоже новую экономику, новую, скажем, индустрию. И здесь мы видим, что есть возможности, и поэтому мы довольно кардинально поменялись, скажем, свою политику в этом году. Я считаю, что изменение климата – одна из самых больших и сложных проблем, с которыми мы сталкиваемся в настоящее время. Оно окажет влияние на жизнь будущих поколений. Вот почему нынешняя молодежь так обеспокоена тем, что мы сейчас предпринимаем. От нас требует более решительных действий, полного выполнения обязательств по Парижскому соглашению. Но сделать необходимо гораздо больше. Я рад, что, пожалуй, впервые вопрос устойчивости климата обсуждается на высшем уровне, потому что мы все зависимы от того, что нам дает мировая экосистема. Это также и вопрос безопасности, который волнует внешнеполитическое ведомство по всему миру. Так что дискуссия по этой теме назрела. Что касается позиций США, мы сожалеем, что Соединенные Штаты вышли из Парижского соглашения. В то же время я вижу, что в США много делается в сфере изменения климата. Активисты прилагают большие усилия, чтобы эта тема оставалась среди главных приоритетов. Европа не сможет решить эту проблему в одиночку. Для этого необходима международная коалиция. И нам важно привлечь на свою сторону такие страны, как Китай, Индия и Бразилия.